МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы с ним поговорить, спеть, вкусно поесть, пошутить, поднять рюмку за Родину. Он был влюблен в нашу страну. И не случайно вот это место такое. Когда смотришь, посмотрите, вот она, Родина, вот она, страна. Исполнитель сотни ролей и легендарных песен, кинорежиссер, голос целой эпохи. Дар от Бога он помножил на труд и все отдал людям через свое творчество, говорят друзья. Актер Александр Олешко считает Олега Анофриева своим учителем. Он очень меня многому научил. Он был очень ко мне строг и очень добр. Он меня учил не бояться, не стесняться. Он дал мне как-то совет, он говорит, если тебе вдруг страшно, или ты очень взволнованно, такое бывает у любого артиста, ты вот стой спокойно так вот и пой неглиже с отвагой. Олег Андреевич был замечательным мужем, отцом, дедом, прадедом, другом. В последние годы он проживал со своими близкими в загородном доме в селе Козино. Работать не переставал до последних дней. Здесь, на пригорке, с удивительным пейзажем, артист сам определил место своего последнего пристанища. Гранитная пластинка, слова легендарной песни, небольшой подиум, словно сцена. На пластинке Олег Анофриев, молодой и немного задорный. В памятнике соединилось главное. Камень с виду памятника, не сказал бы, что он сложный, но он простой. Наверное, как и Олег Андреевич в жизни был несложным человеком, простым, скромным. Но он был великим, настоящим великим человеком во всем. Поэтому памятник именно в виде глыбы, потому что после себя он оставил огромный незабываемый след, который будет помнить об этом все. Его жизни не была мигом между прошлым и будущим. Она была яркой и насыщенной. В своих героях, ролях и песнях он будет жить вечно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.